Я рад приветствовать лаборантов на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Лободоми Корпорейшн. Ну что дорогие друзья, нам предстоит 10 день. В прошлый раз я погиб на 10 дне, полностью завалил все что можно было завалить по небольшим глупостям, потому что видимо где-то подустал. Ну всякое бывает, играл я под ночь и как сами понимаете. Сегодня я полон сил, полон сил, мы должны сегодня победить 10 день и перейти на новую стадию. Вы знаете, у меня есть новый враг. Это паук. Спайдер, кто-то Бадбамп или Дамп, я не знаю кто это. Какой-то видимо мешок с пауками. Вот здесь, вот он. Немножко я изучил его, на одно изучение было. Здесь говорится о том, что когда к пауку, к этому, да, заходит в комнату изучать или работать кто-то принципиалист, вот этот принципиальный, то есть небольшой шанс, что он раздавит маленького паучка. Здесь об этом пишется. Может убить его, да, убьет маленького паука. Я не знаю, как поведет себя после этого паучиха вот это или кто это, я не знаю. Бам, бам, бунт, бант. Наверняка ему это или ему это не понравится. Так что лучше принципиальных туда вообще не посылать и я старался не посылать. Как вы видите, ему нравится пауку игры, ему нравится общение, но я его кормлю. Я его постоянно кормлю. Я взял с собой специально такого героя, тёточку вот эту вот, она покрупнее, оптимист, она его кормит, ходит. Вот этот чувак у меня должен идти к девчонке, вот к этой вот ненормальной. Я не знаю, что с ней делать, вообще не понимаю. То есть она у меня в прошлый раз, на прошлый день она у меня появилась. Я с ней практически не взаимодействовал, она опять у меня превратилась в змею в эту непонятную, начала ползать. В каком плане? Я неправильно распределил обязанности между людьми и мне некому было к ней послать. Маленьких я не стал посылать на второго уровня, они просто бы не выдержали, у них слишком мало хп. Как мне сказали, что от каждого удара и психоделической вот этой её мега атаки, когда она вам наносит психический урон, она наносит просто тонны урона относительно других вот этих вот монстров. Она наносит очень много дамага. И к ней надо посылать очень жирных игроков. Ну вот этих жирных лаборантов. Вот этот жирный у меня самый, он был просто занят в тот момент, я не смог послать. И получилось так, что как бы она у меня переродилась. Вот так вот. Но, как я понял, с ней можно взаимодействовать. Есть шестерёнка, возникает шестерёнка. Это в холоде какой-то, типа, как он называется-то, не знаю, это, короче, какую-то сыворотку, которая её успокаивает. Успокоительная, вот, правильно будет сказать. Вот. Оно её успокаивает, и какое-то время она вообще, да ты не можешь к ней в комнату войти. И настроение у неё держится, как оно было, такое и есть. Она не падает ни ниже, не поднимается, ничего не происходит. Она просто как будто, знаете, в каком-то таком фрустрационном состоянии, одновременно скоматозным. И это, видимо, её просто глушилка, короче. Её просто глушишь, когда надо, и всё. Она стоит там себе, ничего не делает. Но тебе надо, видимо, поднять её настроение и стараться потом держать его вот в этом углушённом состоянии. Как я понял. Наверное, так надо действовать. Её я ещё больше не изучал. Слава богу, кстати, перьев я не набрал больше вот этому типу. Один только человек у меня набрал перо, когда изучал его. И больше никто. Ну и всё. Давайте начнём. Предыстория закончилась. Тут что-то 4 из 5. А, это агенты, да? Ну, сюда я решил послать поменьше агентов. 4 вместо 5. А мне здесь должно хватить сил. А сюда 5 и плюс молодого одного. Ну, не знаю. Это так на всякий случай. Давайте начнём. Итак, я уже заговорился. Давайте посмотрим лучше на деле всё, как это будет обстоять. Так. Опа. Кстати, в прошлый раз, по-моему, мы сделали золотыми, да, туфли. И я не читал, что конкретно там в последней из информации открылось, да? Ну, давайте посмотрим, наверное. И потом начнём расстановку сил. Так, дорогие друзья. А тут мы, получается, всё изучили. Я сейчас посмотрел. Мы-то всё изучили, оказывается. Читали мы это про то, что девушкам нельзя работать. О том, что они у нас входят в состояние одержимости. Тут говорится о том, что, чтобы состояние одержимости вывести, надо закликивать врага. То есть, надо постоянно пытаться с ним воздействовать. Ну, а последнее так это про то, что, когда не на высоте не лучшее настроение у туфлей, да, оно, видимо, зазывает, заманивает к себе, получается. Да, делает одержимыми в округе. Ну, это мы всё знаем и так, в принципе. Может быть, последняя прогрузка, да, вот последнее общение с туфлями вообще, в принципе, не открывала никакой важной информации. Ну, ладно, может быть, только вот там какие-нибудь здесь данные, то, что вот она кушает, там любит чистку и любит разговоры. У меня есть насчёт неё хороший парень, который хорошо чистит. Вот, со странным именем, правда. Эмилия его зовут. Эмилия! Иди, чисти обувь, дорогой. Он хорошо чистит, ей туфли вообще нравятся, ему и ей нравятся. Они у них, взаимная любовь. Так, давайте поиграем, что ли, или нет. Давайте вначале... Сразу я отправлю самых важных. Отправим, естественно... Оказывается, чистить его тоже было бы очень выгодно. Этого чувака, чистка, это самое любимое его. Я думал, кормёжка, а касса чистка. Поэтому я теперь вожу его чистить. И вводим мы вот эту, вот эту даму, потому что он её уже целованькал. И теперь можно смело отводить. Всё, ведём, пускай. Дальше. Кто у нас теперь тут здесь, да? С бабулей, конечно, поговорить. Поговорить, поговорить. Девочка, кстати, неплохо разговаривает с бабулей. И остаётся у нас либо чистить, либо играть, либо бить. Но давайте пообьём, наверное. Побить могу, побить могу. Давайте пообьём сразу. С черепком разговора разговаривать у нас идёт. Так, давайте с черепом самым последним будет у нас. Чувак вообще... У неё ещё тут хорошее настроение. Вы знаете, я бы её глушанул, конечно. Но, блин, побаиваюсь я пока её трогать вообще. Давайте будем разговора разговаривать. Давайте вот ей пойдём. Пускай тоже качается. У паука пока хорошее настроение. Опять тоже разговор... Стоимо поиграть. Да, это на разговоры кого-нибудь из низкого уровня. Сразу ребятачек отправим. И вот эти остальных придержим. Будем ждать, пока настроение у этих ухудшится. Да, пока дёргать никуда не будем. Погнали. Давайте ускоримся. Так, всё хорошо работает. Вот так будем наблюдать издалека. Ждём. Очень быстро меняется плохое настроение у пауков. Очень быстро, вы знаете. И у этой девочки вот тоже, вот знаете. Видите, и сразу появилась у неё такая специальная способность. Анестезия. Мы можем её глушануть вообще. Но я хочу с ней повзаимодействовать. Я не знаю как. Давайте начнём, может быть, с кнута. Или, блин, я вот не знаю. Может, с ней поговорить было бы хорошо. Или побить её было бы хорошо. Может, бить это нормально для неё. Я фиг его знаю. Честное слово. Непонятно вообще, что с ней делать. Она не раскрывает свои тайны, проклятая такая. Но давайте, может, и полупим. Блин, я боюсь её бить. Она же с ума сойдёт. Давайте, может, поиграем. Может, она игры вообще не любит. Разговоры. Давайте поговорим, наверное. В прошлый раз, кстати, я разговаривал, а она укокошила моего одного. Где мне четвёртого уровня, чувак? Ладно, давайте по пятому уровню. У него больше всего хп, я не боюсь за него вообще практически. У него хорошая, очень ментальная защита. Очень мощное хп. Давайте пойдём лупить. И посмотрим. Ну, будет хорошее настроение. Прекрасно. Плохое. Блин, не будем больше водить бить. Никого. Так, вроде с остальными пока всё нормально. Паук пока нетребовательный. Не ест, ничего не просит. Его я только кормить ходил. И не убирался у него ничего. Так, вот сразу, моментально сразу портится настроение. Она плохое. То есть, чуть-чуть его не покормили. И он сразу такой... А-а-а! Ведём сюда вот эту красотку. Давай, гоу, гоу, гоу. Она будет нас кормить. Что будет делать паук, когда... Он долго слишком будет находиться в отрицательном настроении. Понятия я не имею. Мы побили, да, здесь. Давайте теперь поиграем или почистим. Давайте поиграем. Пятый уровень. Ну, давайте, да, давайте. Пускай поиграет. Она, кстати, тоже с ним очень хорошо играет. Вот эта вот девушка, она отлично играет с ним. С бабкой она не так, кстати, хорошо разговаривает, как хорошо играется с этой тварью. Может быть, ему вообще, в принципе, нравятся девушки. Понимаете? Может, ему нравятся девушки. Кстати, кто-то в комментариях подал хорошую очень идею по поводу красавицы и чудовища. Так как он чудовище, может быть, девушки, когда к нему приходят, и он с ними совсем по-другому себя ведет. И ему нравится, когда конкретно они его лупят, может быть, и когда они с ним вообще какие-то взаимодействия делают. Потому что, типа, красавица и чудовище. Вот. Ну, не знаю. Ну, вот играет она с ним. Ну, вы сейчас сами можете обратить внимание. Я-то пока слежу. Кстати, смотрите, у нас появилась возможность исследовать ее. Это суперский. Надо ее срочно исследовать. Ну, вроде не еще так. Ну, да. Я не скажу, что прям супер-супер. Ну, мы терпим. Терпим удары. В прошлый раз у меня чувак сразу умер, как он только с ним пообщался. Это было очень плохо. Он только зашел в комнату пару действий и лежал мертвым уже. Так, давайте взаимодействовать с Черепушичем. Черепушичем. Вперед, гоу. Пошел ты взаимодействовать. Я знаю, что Череп любит с одним и теми же разговаривать. Так, смотрите, хорошее настроение. Я думаю, что теперь пока хорошее настроение, наверное, через шестеренку сделать нельзя. Получается, специально эта шестеренка сделана, чтобы глушить ее состояние. Например, вы понимаете, что вы сейчас не можете ничего сделать ей. И вам нужны люди в других местах. И вы просто глушите ее анестезией, и она ничего сделать не может в этот момент. И после этого давайте кого-нибудь отправим. Да, кстати, смотрите, она хп. Она практически ему снесла сразу же. Она очень снесла много ментальной защиты. И много снесла всего остального. О, пипец, она отмороженная. Она целую клетку хп снесла, пока мы с ней воздействовали. Давайте, как бы, я отведу вот эту. Я не знаю, если я изучаю воздействие, не действие, по-моему, изучение, это вообще отдельная тема. Оно никак не влияет. Привет, чувак. Сразу мы с тобой чистить тебя. Где ты моя красотка? Вперед. Такое пиво, женяня, где же кружка? Кстати, очень плохо кормит. Очень плохо. Сами видите, сколько ударов мы получили. Блин, поменять бы ее. Но прокачаемся на следующий день. У нас будут люди, и мы сможем поменять на кого-нибудь пополезней. Так, я и смотрю. Никто, ничего. Бабуля, надо, бабуля, надо разговаривать. Разговоры разговаривать. Так, ну давай, чувак, ты погнал. Разговаривай. Это не Эмилия был, надеюсь? Нет. Так, она плохо кормила его. Плохо кормила. Вот что-то совсем мне это не нравится. Может, оптимиста отправить. Ну давайте, пускай она будет покормить. Так, тут пошло изучение. Здесь туфли чистить. Эмилия, отлично, погнал. Остальные все нормально, ждем. Так, а вот тетка только что, кстати, была вообще в прекрасном настроении. Духа. Нет, 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 нет. Что я сделал? Блин, я вот, я постоянно так делаю. Это постоянно так делаю. Нахрена я с ней разговариваю? Вот минус, кстати, игры, то, что ты не можешь отменить обратно. Почему ты не можешь отменить свое решение? Она же еще даже не зашла сюда. Ну блин, я постоянно отправляю к ней разговаривать. В прошлый раз я отправил разговаривать. Вылетел скеймер вот такой, и все эти с ума посходили. Я же понизил все сразу, всем защиту. Дойдите нахрен, короче. Так, тихо. Хлестать. Или, может быть, играть. Видите, все пипец. У него вообще нет защиты. Ментальной. У всех, у всех все плохо. Так. Вперед бить. Перед бить. Да не орите, вы гребаные. Типы. И так пугаете, мне же страшно. Смотрите, это вроде ничего так кормит. Кстати, неплохо кормит. Мне нравится. Так, тут все хорошо. Так, я паузирую с просто временами, чтобы ничего не упустить. Так. Здесь. Все очень плохо. Все очень плохо. Как сильно понизили. Вот я с ней вот повзаимодействовал. Так. Чистить. Ты идешь. Вроде ничего так. Вроде ничего так. Вроде мы прикипели малость к ней. Надеюсь, выдержим. Надеюсь, не умрем. Ну, по хп мы, наверное, не просядем. Единственное максимум, что мы могли, да, это... Ментально мы могли в панику впасть. Это, конечно, тоже было бы очень плохо. Так. К бабуле, к бабуле, к бабуле. Иди общайся, наверное, ты. Иди общайся. Сейчас посмотрим, как девочка... Я что-то давно не обращал внимания, как она с ней общается. Хорошо ли? Плохо ли? Так. Кстати, этого опять можно изучить. Попробуем это сделать. А, я уже могу просто. Да, давайте, давайте. I am ready. С этим психом поговорить. Человек в маске. Или мужчина в маске. Наверное, человек. Человек в маске смотрит на меня. Так. Прошу прощения, друзья. Оказывается, нажимаешь на паузу. Я нажимаю на паузу при записи. Думал перевести. А получается, при нажатии на кнопку, на любую клавишу, клавиатуру, почему-то так здесь придумано. Плестается текст. Вот такая вот херня. I don't... Типа, мне не нужны ноги, да? Он говорит. Ему не нужны ноги. Что-то... Что-то... Я не... Бонд, это по куду кости же, да? Что-то я не кости этой земли. Что-то я... Мерли, я не знаю, как переводится это слово. Что-то стою. Я просто стою здесь. Смотрю на тебя, братан. Послушаем рэп. Ты-ты-ты-ты-ты-там. Ты тут, а я там. Ха-ха-ха-ха. Я не знаю, что ты несешь. Стасиан, успокойся. Что-то там с моим мозгом. Ты что-то... Ты совершаешь с моим сознанием нечто. Моя голова... Визуально... Ха-ха-ха-ха. Наука... Да... Что-то с комфортом, походу. Я бы с радостью попереводил бы просто, ну, запаузировав. Но, к сожалению, игра не дает это сделать. Хэрт, это сердце же, да? Я так понимаю. Или оно по-другому пишется? Я не знаю. Что-то с твоим сердцем. Менеджеры. На факультетах. Работники любые или другие разговаривают со мной. Типа работники, различные работники разговаривают обо мне. About... А, о тебе, наверное, да? About you же. Что-то про желания. Ах, возможно, ты имеешь какие-нибудь желания... Или что-то хочешь подискутировать, типа, со мной. Типа, кто ты? Или what are you? Это что он спрашивает? Не кто ты, а... А об чем? А об чем, типа, с тобой дискутировать-то? У тебя вон шляпа какая странная, и перья на голове. О чем с тобой разговаривать? Ты ж куда хочешь, по-любому. Ты ж птицын. А птицы там... А что с тобой дискутировать? Что там про убийство говорит, и про создание, но... Вот, типа, прийти в новый мир... А... Я... Одного убить в... И что-то там с новым миром. Я доктор... Я... Здравствуйте, я доктор. Добрый день, я алкоголик. А, там привет. Все сразу хлопают. Я доктор. Ему он предлагает излечить меня. Типа, я доктор, я, типа, вас всех вылечу. Не переживайте, я вас всех подколю голопередольчиком, дорогие друзья. И что-то предлагает, походу, куда-то там проследовать. Чумной доктор... И прекращает, мол, говорить. Да, конечно, он заткнулся. Мы даже подумали. Да, конечно, ты заткнулся. Чумной ты, доктор. А, и что дальше? Так он мне даже выбора не давал с ним общаться. А почему? Что за фигня? Прикиньте. Он же не давал даже мне возможности с ним поговорить. Может быть, я и не могу его изучить до конца? Может, это фишка такая его, что нельзя его изучить до конца? Так, у меня там бабуня сейчас будет происходить полная. Если я не пойду ее колотить. Блин, я боюсь, что он не выдержит. Ты выдержишь, братан? Я боюсь, что он просто... Он не выдержит именно морально. Ну, давайте попробуем. По хп-то он должен выдержать. Вот паучиха опять, короче, жрать хочет. Так, это хорошо, кстати, ее покормило. Может, теперь пускай пойдет это кормить? Так, а с ним надо поиграть. Иди, играй. А это единственный, кстати, чувак, у которого разум сохранился. Он такой, он первого уровня, самый такой стойкий. Типа, вы все слабаки, вы все слабые, слишком слабые. А я очень сильный морально. Так, вроде все нормально пока. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что за звук? Мне он не понравился. Так, давайте чистить. Быстренько почистим. И посмотрим, что за звук. Кри-кри-кри, пошло, пошло накопление. Отлично, отлично. Сразу идем чистить, чистить перья этому маленькому аглоеду. О чем он говорил? Ну, я уверен, что он как бы, да, чумной доктор, по-любому, нам пытался закинуть мысли. А, она сошла с ума. Она впала в транс. Понял все, ей не хватило, у нее паника. Надеюсь, она восстановится, когда мы закончим все это дело. Да, я даже ничего делать не буду. Все, отлично, мы прошли. Надеюсь, у нее, она, надеюсь, восстановилась. Кто это была, кстати, я не посмотрел. Надеюсь, что с ней все хорошо, и она в итоге придет в норму. К следующему уровню. Мы сейчас посмотрим. Надеюсь, ее не отключила от системы. И она типа с нами. Это было бы очень круто. Иначе это было бы очень не круто. Блин, ребята, сейчас перейдем в новый день. Это там вообще трэшак какой-то полный. Тут-то трэш творится вообще. Жискач полный. Полный жискач. Я прям постоянно говорю слово полный, потому что по-другому это никак не описать. Смотрите, с нами вообще кто-то другой разговаривает. И музыка совсем другая поменялась. По-моему, это же не... I don't know. I don't know. Как, знаете, есть такой мем. I don't know. Вот здесь то же самое. Я вообще не понимаю, что происходит. Здесь кто-то типа есть. Ты что-то... Ты видишь меня? А кто-нибудь есть? И музыка такая, знаете, должна есть играть, как в Resident Evil. Такая, знаете, накатывающая. Но она, кстати, похожа чем-то, да? Реально. Представьте, как будто вы одиноки. И вы такие пишите вот в этой вот... Пытаясь с кем-то хотя бы разговаривать. И сами даже никто разговаривать не хочет. I am. I don't know. Вот. А я даже не знаю. Назови меня B. Have. Типа я... Знаю или... Типа информации. Я больше знаю, видимо... Он, видимо, знает что-то об информации о компании. Он, видимо, что-то знает очень ценное. Того, чего не знаем мы. И мы такие... А, черт, что ты знаешь? Что тут можно не знать? Тут все на поверхности. Куча монстров. Вокруг нас пипец. Просто убивают. У меня несколько товарищей уже погибло. Он, походу, типа... Сейчас будет пытаться нам пропихнуть, короче, превалюционные свои какие-то взгляды. Короче, чувак, я... Ладно. I'm not... I don't know. Я ничего не понимаю. Отстань от меня. Я не понимаю, чувак, по-вашему. Ха-ха. Твою удачу. Увидимся в следующей жизни. Если мы переродимся вновь. Как и обещал чумный доктор. Ха-ха-ха. Он обещал нам переродиться. Надо отдаться ему на... Все. На его распоряжение. Пускай он переродится. Кстати, многие меня просят в комментарии, мол, давай собери 12 апостолов. Как мне уже наспойлерили там. Короче, мол, после 12-го прикрепления к его гребаному телу, 12-го пера, видать, наступит конец света, и мы просто закончим игру. Типа, гейм-овер хана начнется. Но я, естественно, не хочу этого делать совершенно. Но как так? Я до 10-го дня дошел, там, до 11-го. И сейчас я просто возьму, да, и типа, и закончу все. Я что, псих совсем? Хотя я, в принципе, не знаю, насколько... На сколько закончится игра. Она закончится вообще, или закончится на последний чекпоинт. Тут уж непонятно. И как бы... И некоторые пишут, что кончится полностью, типа, гейм-овер. Там вплоть до того, что там игра сворачивается, компьютер, короче, синий экран смерти, там вообще, короче, трэшак полный. Приходит человек с улицы, стреляет тебе в голову. Короче говоря, ребята, лучше не играть в эту игру вообще никогда. И, конечно, насчет синего экрана смерти и выстрела в голову я пошутил. А может быть и нет. А может быть и нет. Сидите теперь. И думайте, а шучу ли я? Ну что, дорогие друзья, вот и закончился очередной день наших приключений в этом кошмарном месте под названием Love Atomic Corporation. Это какая-то жесть. Это какая-то жесть. Тут постоянно что-то происходит. Постоянно пытаются меня уничтожить или убить, или вывести из себя. Это просто вот реально психологически выдерживает не каждый. И я в том числе... Мне тоже скоро будет стресс. Я буду бегать с такими покрасневшими красными глазами от крови там. И орать. И кто-то будет пытаться накликать мне на голову, чтобы я успокоился или не сошел с ума. Вот так вот. Ну как в игре прям все то же самое. Но надеюсь, вам понравилась все равно эта серия. Даже потому что она такая странная и безумная. Надеюсь, вам она понравилась. Если это так, то поддержите это, да, лайком. Поставьте его и поделитесь этим видео с друзьями. Или что-нибудь там еще, типа, подпишитесь. Подпишитесь, добавьте плейлисты. И также вступайте в нашу ВКонтакте. Дорогие друзья. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую и люблю. Увидимся в новых прохождениях, дорогие мои. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok